Всем добра и света! Новых во всех смыслах этого слова. Таких животных, которых я хочу сегодня приручить, у меня еще никогда не было. Чтобы вас не томить, сразу скажу, сегодня я попытаюсь приручить Аллазавра и Ихтиорниса. Аллазавр это животное среднее по размерам между Карна и Рексом, но примерно такое же по предназначению. А Ихтиорнис это такой, как типа чайка, пеликан, в общем животное для добычи рыбы. Но с ним, я думаю, проблем у нас особых не возникнет, потому что здесь по побережью их очень много летает. Я недавно даже видел прямо возле своей базы одного, они частенько любят залетать под мой фундамент. Поэтому я тут выставил несколько сундучков, чтобы они не резли, а то бывает забаговывают и попадают каким-то образом внутрь моего дома. Потом из этого вытекает ряд грандиозных проблем. Но Ихтиорниса я хотел уже под конец сегодняшней серии приручить. Для начала нам нужно отправиться на приручение Аллазавра. Аллазавры держатся стаями и обитают в основном в горных районах карты Арка. Видел я просто недалеко возле вулкана 156 уровня, по-моему, ходил Аллазавр. Вот его сегодня я хочу постараться притомить. Вообще изначально я занимался поисками Спинозавра, потому что у меня уже набралось около 30 с лишним киблов из яиц Аргентавица. И все, в принципе, готово к приручению. Вот, кстати, я нашел сегодня в луче винтовочку на 124%. Накрафтил для нее уже транквилизирующих дротиков. Кстати, для приручения они нам сегодня пригодятся. Поэтому давайте их заберем. Винтовочку тоже выложим. И, наверное, не будем терять времени, потому что в любой момент какой-нибудь проходящий игрок может убить этих Аллазавров, которые обитают возле вулкана. Поэтому я хотел бы незамедлительно уже отправиться в том направлении. Приручение я бы хотел осуществить при помощи нашего Карна. Сейчас он 264 уровень имеет. По характеристикам у него 10 тысяч хп и 536% атаки. Также скорость передвижения немножко я им подкачал. Такая самая универсальная боевая машина. А, и самое главное, что я хотел вам сказать, так это то, что мне удалось найти рецепт на вот такое вот желтое седло на Карна Таура. И имеет это седло 78 брони. Так что не шуточное такое седлышко. Оно как раз поможет нам выдержать натиск этих Аллазавров. Как я уже говорил, Аллазавры держатся обычно стаями и нападают, соответственно, так же. И у нас могут возникнуть некоторые проблемы. Допустим, если бы я попытался на Бариониксе осуществить приручение, то, возможно, его даже бы и загрызли на месте. Так как здесь у меня всего лишь 5000 хп. Стандартное седло. В общем, в защитных качествах это животное довольно слабое. А выдержать придется урон немаленький. Так как придется изначально томить самого большого. Остальных я вообще не хочу томить. Я хочу их просто уничтожить. Но так как они держатся группой, уничтожить их не получится. Потому что я могу зацепить того, которого буду приручать. Поэтому нужно сначала приручаемого будет усыпить. А потом уже разделаться с остальными. А так как они будут все это время втроем меня бить. Животного, на котором я буду совершать приручение, должно быть довольно много хп. Или же просто сильные защитные качества. Блин, этот гребаный терезнозавр опять шарится у меня под боком. Постоянно они тут респаунятся. Ладно, ребятки, давайте-то оседлаем карна и уже выдвинемся в сторону... Так, а тут еще карна ходит. Ничего себе. Выдвинемся в сторону вулкана. Кстати, я хотел еще сказать пару слов по поводу спинозавра. Сегодня целый день я как раз занимался поисками этого животного. И, как вы поняли, они не увенчались успехом. Вообще всего мне по карте встретилось два спинозавра. Не говоря уж о больших уровнях. Хочу я томить сразу топового, 150 с плюсом. И, как вы поняли, из этих двух, которых я встретил, ни одного не было высокого уровня. Хотя был один, 110-го. Но это все равно мало. Мне нужно 150 с плюсом. И я, кстати, смог выяснить причину, почему вообще такое маленькое количество спинозавров на этом сервере. А причина эта заключается в том, что очень много баз игроков расположено по рекам. А реки, как известно, это единственные точки респауна спинозавров. В общем, поблочили игроки своими базами большую часть респов. Поэтому только вот на южной части карты, вот на тех реках и заливах, я встречал спинозавров. Причем несколько раз. Так, кто тут у нас, мошки гребаные? А ну, свалите! Свет испепелит вас! Так, еще кто-то меня жрет. А, снизу. Компи еще? Да вы задолбали! Сейчас всех повыношу. Так. Поскольку по мне бьют по единице... О-о-о! Да, защита у карны, конечно, не шуточная. Думаю, не составит нам труда приручить алазавров. Заодно сейчас покормим немножечко наше животное. Так, сколько там у него мяса? Ну все, я думаю, достаточно будет. На приручение 156 уровня нам потребуется около 15 кусков праймита. К сожалению, нет у меня подходящих киблов сейчас. Для этого нужно приручать еще некоторых экзотических животных. Поэтому решил первого алазавра приручить я без киблов. Тупо на праймите. В общем, ладно, ребятки, давайте я сейчас доберусь до места, посмотрю, остались ли там алазавры вообще, в принципе. И уже тогда продолжим. Ох, ребятки, а у нас тут первые трудности намечаются. Только сейчас я обнаружил, что не получается накарно брать в руки винтовку. Потому что мы уже почти достигли места назначения. Где-то вот за этим леском уже должны поджидать нас заветные алазавры. И приручение из-за этого осложняется. Не хочется мне возвращаться сейчас за Бариониксом. Что-то мне раньше казалось, что с Карнатавра можно вести огонь с огнестрельного оружия. Это не настолько это большое животное. Но, как видите, нет. Так что придется сейчас Карнатавра где-нибудь на склоне оставить, вулкана. И уже пешим ходом как-то попытаться притомить этих животных. В принципе, уровень моего персонажа позволяет это сделать. Я, кстати, уже достиг практически 110 уровня. Мой персонаж имеет 700 хп. 200% урона в ближнем бою. И также я обзавелся некоторыми элитными шмотками. Вот у меня такие синие штаны на 172 армора. И вот такая вот металлическая шапка на 333 брони. Тоже рецепт я нашел в луче. Так что броня у меня тоже весьма себе пригодная к ведению боевых действий такого плана. Давайте теперь поищем где. Заветные аллозавры. Где-то вот на этом склоне я их видел. Сегодня. Надеюсь, что никто их не убил до этого времени. Давайте посмотрим. Такс. Аллозавр нам нужен 156 уровня. Только давайте повнимательнее посмотрим. Как бы лучше заранее их увидеть. Иначе потом у нас могут возникнуть некоторые проблемы. Нужно мне все приготовить перед приручением. Опа! Вон они аллозавры, уже жрут кого-то. Только почему-то их две штуки всего. Сегодня я троих видел. Вот, кстати, самка аллозавр 156 уровня. Отлично! Тот самый заветный аллозаврик. Никуда он не делся. Так что давайте сейчас, наверное, чуть-чуть повыше где-нибудь на склоне я оставлю корнотаура. Поставлю ему нейтральный режим, а сам попробую как-нибудь с камня аккуратненько взять на мушку аллозавров и притомить. Так, пускай вот тут он стоит. Как бы, чтобы, если что, я мог до него добраться без труда. Так, давайте посмотрим. Нейтральный режим агрессии. Да, все нормально. Теперь нужно определиться с местом для томления. Хотелось бы какой-нибудь склон занять, если честно. Так, например, вот отсюда никак не получится. Блин, только бы не дамажиться сейчас лишний раз, а то у меня еще мясо закончилось, как обычно. Так, где аллозавры? Кстати, тут я смогу перепрыгнуть, интересно. Ох, если запрыгнуть вот на эту скалу, то, в принципе, с нее, я думаю, можно будет заняться приручением. Навряд ли аллозавры туда достанут. О, вообще отлично. Смог допрыгнуть. Уже, если честно, думал, что не получится. Так, даже здесь у нас есть возможность находиться. Блин, только далековато, ребятки. Стоп, а где аллозавр-то? Вот 48-го, а где второй? Красненький. Там был еще один аллозавр 156-го уровня. Вы же сами только что увидели. А, он вообще туда уполз далеко. Блин, с такого расстояния-то получится интересно попасть. 90 транквилизирующих дротиков у меня имеется. Но с такого расстояния могу и не попасть, если честно. Попробовать? Или подождать, пока они сами поближе подтянутся? Просто с этого места вообще самое то было бы томить. Может, как-то можно потом вот сюда на уступ забраться. Со стороны металлической жилы. Как думаете? Просто аллозавры слишком далеко ушли. Так, ладно, давайте попробую слезть. Вот сюда можно будет подняться? Кстати, здесь есть заход? Нет, к сожалению, с этой стороны мы уже не сможем забраться. А, ой. Что это за баг, ребятки? Как-то в текстуру у меня персонаж провалился. Нет, на самом деле отсюда достать смогут аллозавры. Меня, скорее всего. Может, вот с этого камня попробовать потомить? Так, тут довольно отвесный склон. Кстати, вот это как вариант. Давайте попробуем, что ли. Блин, они еще дальше ушли. Как так жить-то с этим? Нет, с такого расстояния я не попаду вообще никак. Блин, они все дальше и дальше к воде спускаются. И персонаж у меня дамажится потихонечку. Скоро, кстати, голодать начнет. Так что придется костер, видимо, разводить на месте. Так, так, так. Ой-ой-ой, они очень близко. Сейчас сагриться могут. Я бы все-таки хотел какой-то удобный уступ для себя занять. И уже приступить к томлению. Так, ну далековато, ребятки. Если я тут стрельну, сейчас на меня сагрится аллозавр и сожрет нафиг. 156 уровень, это вам не шутки. Так, отсюда... Отсюда могут залезть. Может, вот с этого камня попробовать. Ну вот, отлично, у меня уже голод начался. Ну, очень кстати. Так, ладно, ребятки, тогда сейчас я решу эту проблему. Схожу до Карнатавра. Где-нибудь там костер зажгу, мясо пожарю. И уже тогда продолжим. Может быть, и аллозавры вернутся. Кстати, можно попробовать при помощи карны их приманить как-нибудь. Так, частично мне удалось избавиться от голода. Ну давайте сейчас попробую все-таки при помощи карны как-то их повыше на склон поднять. Потому что внизу там сейчас и бронтачи могут обитать. В общем, животные, которые угрожают безопасности наших аллозавров. Так что, ой-ой-ой, только бы карны не разбить сейчас об землю. Куда они вообще делись? Только что вот тут бегали. Куда-то они все-таки к реке туда ушли, походу. Сейчас я попытаюсь их как-нибудь выманить на возвышенность. Так, тут еще яйцо чего-то валяется. Такс. Блин, а куда же они делись-то, аллозавры? Не дай бог они выйдут на берег. Так, на берегу там еще игроки могут их завалить. Потому что здесь частенько народ шарится в этих местах. Так что их могут завалить без труда. Блин, вот проблема-то, а? Обидно, ребятки. Сейчас еще потеряем наших аллозавров. 156 уровень. Так, это кто у нас здесь? Вот, кстати, походу, аллозаврики. Это он? Да, 156 уровень. Так, ждем, пока он сагрится на нас. Так он не пробьет моего карна? Ну, что-то он сейчас в панике какой-то, в замешательстве. Или убили его товарища последнего? Просто когда, по-моему, аллозавров убивают, и остается только один, он начинает панически бегать. Но это лишь мое предположение. Ну? Нет, он сейчас убежит куда-нибудь. А, нет, вот второй аллозавр, кстати. Что они делают вообще, я понять не могу. Что за игры в деревьях? Что это такое? Может, прям так их и притомить? Пока они забаговались. Только тогда надо на пассивку ставить этого карна. Вот и разбаговались, кстати. Что-то они тупят как-то, очень странно. Что, они будут на меня нападать или нет? Смотрю, нападают на тех, кого не надо. Ах, место очень неприятное для томления, на самом деле. Ладно, давайте сейчас я попробую карнатавра на пассивку, что ли, переставить. Так, пассивка. И давайте глянем, как они будут реагировать на персонажа. Так, все, на меня сагрились. 20 дмэйч наносит большой аллозавр. Давайте попробуем его тогда приманить на склон. Лишь бы только не ударить его случайно. А то сейчас я в деревьях где-нибудь тут забагу и застряну. И все. Так, давайте максимально высоко попробуем поднять аллозавров. Так, что-то он не хочет за мной дальше идти. На кого он сагрился? Не пойму вообще. Такое ощущение, как будто он там камень бьет. А, на карбонемеса. Блин, по-хорошему, пока он там бьет черепаху, можно было бы по нему пострелять немножечко. Транквилизирующими дротиками. Давайте, наверное, так и сделаем. Не будем упускать шанс. Может быть, он, кстати, переагрится на нас. Да, вот одну пулю в него пустили уже. Начал агриться. Так, ну где он? Так, 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 это мелкий. Мне нужен большой. Идите сюда. Так, один напал. Он вообще по 14 бьет всего лишь. Блин, там еще эти? Как их называют? Компи мелкие? Блин, я не думал, что приручение будет такое проблематичное. Так, все, отлично. Давайте сейчас повыше его поднимем сюда на открытое место. Так, как-нибудь вот здесь их уже сбросить бы с себя попробовать. Между камней как-нибудь повилять. Так, давайте, Аллазавры, отставайте. И уже потом персонажем попробовать занять место на скале какое-нибудь, чтобы наваливать. Так, все, вроде достаточно, мы отошли. Нет, бежит негодяй. Смотрите. Так, а поскольку он мне, кстати, будет бить, в общем, к персонажу? Прилично бьет. Я сейчас слышал, что Аллазавры могут кровотечение накладывать. Или это то, когда они с эффектом стаи. Фиг их знает. Так, что-то у меня Карна немножко застрял. Да блин. Что ж такое-то? Эх, багует. Попробовать залезть, что ли? Так, куда-то он делся. Ага, вот он. Так, понаваливать немножечко. Давайте, пока, в принципе, у меня есть прочность брони, можно не бояться ничего. Как только броня сломается, тогда уже надо будет менять стратегию. Ой-ой-ой, его напарник прибежал. Ё-моё. Да что ж ты будешь делать? Надо до Карна как-то добраться. Тут что-то такие скалы забагованные. Успокойтесь вы. Так, Карна, спасай. Нифига себе, как его бросило. Ну что это за забагованные такие места, блин? Ну что это за хрень? Я не хочу их убивать. Арк, прекращай. Так, нет, надо как-то искать места побезопаснее, я считаю. Так, опять я багую животных. Сейчас так все пойдет, что мне еще убить их придется. Что они быстрее стали, они же медленные были. Я спокойно от них на Карну убегал. Так, все, надо, короче, как-то выходить отсюда. На открытое пространство. Блин, я застрял в них. Не хочу убивать. Ой-ой-ой-ой-ой, убивать не хочу. Но сейчас они меня убьют тогда. Какие-то они реально шустрые стали. Вам не кажется? Да блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А Карна-то на пассиве стоит. Ну, Карна, блин, не багуй. Сейчас убьют. Где Карна? Карна, спасай. Так, все, уходим, короче. Куда-то подальше. Потому что это совсем не дело, ребятки. Нужно менять стратегию. Видимо, все-таки придется на Барионикса пересаживаться. Так, давайте, уходим, короче. Пускай они здесь остаются. Потому что это уже реально стало опасно. Броню мне сломали. Такс, нужно менять стратегию. Я вообще надеялся, что он за столько выстрелов впадет. Но, видимо, по-другому, короче, не получится приручить. Так, надо как-то их сбросить с себя. Тут очень много животных других. Так, первая попытка не очень удачна оказалась. Так, все, пускай они там сражаются. А я пока что вернусь на базу. И все-таки пересяду на Барионикса. Заодно броню отремонтирую. Потому что, хоть Карна и имеет высокие защитные качества. У него нет возможности так ловко маневрировать между этими животными. Так бы я мог стрелять, прямо не слезая с Барионикса. И спокойно издалека наваливать. А на Карна у меня такой возможности нет. Так что, давайте попробуем с помощью Барионикса совершить приручение. Ну что ж, как говорится, когда остальные методы остаются бессильны, в дело вступает Барионикс. Старый добрый мой Дина. Так, и где теперь искать этих Аллазавров? Они могли застрять тут где-то на пляже. Но с тем же успехом их могли уже и завалить, на самом деле. Кстати, вот они, походу, бодаются тут со стегозаврами. Так. Вот, кстати, обоих я вижу. Но давайте попробуем. Теперь у нас есть возможность стрелять прямо сидя на... Так, кто здесь у нас? Летает, блин. Под носом у меня. Ах, проклятый! Раптор, как он там называется? Я забыл уже. Так. Ну, все. Микрораптора убили. Теперь главное успеть сесть на Барионикса до того, как... На меня сагрятся Аллазавры. Так, все, давайте. Наверное, уже отсюда начнем тогда вести огонь. Так, есть попадание. Барионикс, он более такой мобильный. И плюс с него есть возможность вести огонь хотя бы. Сидя в седле. Это бонус его над Корнотавром. Но сейчас я смотрю, что-то... Один Аллазавр вообще багует там, на месте топчется. Второй меня атаковать не хочет. Приготовьтесь. К чему приготовиться? Ой! Что это? Что это было? К чему приготовиться? Что происходит? Не говорите только, что север рестартить собрались. Блин, Барионикс застрял. К чему приготовиться-то? Уходим. Блин, отвалите от меня. Дайте отойти хоть. Надо посмотреть. К чему приготовиться. Сейчас вдруг рестарт будет еще. Самый... Ё-моё! Как они меня в воде-то настигли! Они что, еще плавать умеют? Уж Барионикс-то... Я уверен, что получше Аллазавров в воде передвигается. Представляете, они даже Барионикса догоняют. Так, сейчас посмотрю, к чему там готовиться. Встаньте в безопасное место. Сядьте на землю. Что, рестарт реально будет? Вот блин, а проклятие. Не дай бог сейчас еще животные исчезнут после рестарта. Не-не-не, Аллазавры! Идите нафиг! Безопасное место. Отвалите Аллазавры. Блин, вот как обычно. Что-то все сегодня против моего приручения. Фух, тут походу администрация собиралась почистить мир от диких животных в самый неподходящий момент. Отмена зачистки в понедельник с утра выполним. Вот видите, я написал, что я сейчас томлением занимаюсь. И там еще какие-то ребята тоже приручают бобра, там еще кого-то. Так что решили перенести сейчас очистку мира. Кстати, пора бы, если честно, уже было почистить. Ладно, давайте попытаемся все-таки повалить этого Аллазавра. Все-таки до последнего я буду за него биться. Так. Он шустрый, блин, вот в чем дело. Смотрите, он прям влетает внутрь моего Барионикса, и все. И фиг ты его потом остановишь. Хорошо бы, если бы он бил кого-то в этот момент. Хотя, как сказать, если честно. Так, посмотрим, сколько моего вообще Барионикса будет выдерживать. Давайте попробуем стоять на месте. И вваливать в него снаряды. Так. Пока хпшки вроде достаточно. Он шустрый, блин, очень. Так. Еще такая долгая перезарядка у этой винтовки. С транквилизирующих стрел намного быстрее, как бы, скорость перезарядки. Хоть и их больше надо до приручения, но тем не менее. Вот сейчас он хорошо в дереве забаговался. У меня есть шанс его усыпить. Да что ж ты будешь делать-то? Ушел, негодяя. Может попробовать сожрать вот этого второго, который поменьше. Пока он сейчас отделился. А где он вообще? Так. Куда-то в лес Алазавр убежал. Как слышу, топает где-то рядом. Так. Вообще, долгое приручение, капец. Я думаю, оно попроще все-таки будет. Давай, Алазаврик. Вот стоял бы он на месте боговал. Нет. Рыпается постоянно. Так. О, попадание. Вот чуть вперед. Аккуратненько. Вот так, стой и все. В камень упрись. А сколько у него надо транквилизирующих? О! Ребятки! Упал! Слава вам свыше! Давайте глянем, кстати. Не попал ли я в него дротиком после того, как он завалился? Блин, а фиг его знает, пока не началось приручение. Да ты задолбал голодать! Кстати, можно за этим сгонять. За мясом. У меня где-то на горе же костер оставался. Там, может быть, еще мясо имеется. Так, вот теперь бы место, конечно, это не потерять. Потому что оно такое, на самом деле, не очень примечательное. Такс. Как бы его найти потом, это место? Может быть, вырубить деревья? Или где-нибудь напротив какую-нибудь табличку поставить? Давайте, кстати, попробуем. Так, у меня на нейтрале стоит. Барионикс. Сейчас, может, скрафтить какую-нибудь табличку, указатель. Так, деревянный указатель. Давайте один создадим. И поставим его где-нибудь на пляже. Напротив Барионикса. Так, вот на седьмой слот. И вот тут, у входа в лес. Так, допустим. Вот мы идем прямо, перпендикулярно в воде. И вот здесь, на краю черного берега. Тогда я поставлю табличку. Вот таким вот образом. И тогда уже будем ждать момента, когда наш Аллазавр наберет достаточный уровень голода. Кстати, ребятки, я тут подумал и так решил. Может быть, сейчас, опять же, сразу два дела сделать. Напичкать наркотой нашего Аллазавра. А самому в это время прогуляться до морского побережья. И заняться приручением их Теорниса. Думаю, идея хорошая. Так, вот она наша табличка. Так, вот сюда мы заходим. Вон, я уже вижу. Аллазавр отдыхает. Давайте сейчас на него наркоты накидаем. Хоть довольно долго у него бессознательное состояние спадает. Но, тем не менее. Так, ну, штучек 30, что ли. У него зарядить сразу. Вот так вот давайте. Сделаем. Пускай лежит. А мы, наверное, сгоняем до побережья. Поищем их Теорниса. Вдруг получится найти какого-нибудь там уровня. Ну, хотя бы 50-го. Выше, я думаю, не стоит приручать эту птицу. Потому что она, в принципе, нужна только для рыбалки. По большей части. А там уровень вообще практически никак не влияет. Такс, вот я и достиг места назначения. Кстати, вижу уже чаечку. Давайте глянем. Какого она уровня. Так, улетела, не успел. Что, 6-й, что ли? 18-й. Нет, ну, это маловато, если честно. Хотелось хотя бы 30-го. Конечно, 18-й, я думаю, тоже бы сгодился. Блин, а как на них попадать-то? Я плохо себе представляю. Может быть, болос на них можно накинуть? Как думаете? Хотя это слишком маленькое животное, чтобы на него болос накидывать. Но можно попробовать, тем не менее. Еще опять лаги начались. Дурацкие. Так, кстати, какой там уровень? 54-й? Эх, вот эту бы я приручил, если честно. Чаечку. Эх. А давайте попробуем. Мне интересно, болос все-таки на них накидывается или нет? На чаек. Только нет у меня сейчас его в инграмах. Я, походу, его не изучал даже. Так, болос, болос, болос. Вот он. Давайте изучим. Сейчас, кстати, надо будет попробовать еще в мир перезайти. Может, это поможет избавиться от этих лагов. То, что, видимо, действительно, кэш забивается и со временем игра начинает все сильнее и сильнее подвисать. Так, только для этого нужно найти чайку, которая на земле находится. Вот, допустим, вот эта. Какого она? 18-го уровня. Давайте попробуем ее приручить. Так, только бы она не улетела за это время. Стоп. Я же скрафтил болос. Подождите. Или нет? Мне казалось, скрафтил. Или только изучил, получается. Так, все. Скрафтили. Давайте на семерочку. Так, она на земле. Блин, взлетает, что ли? Давайте попробуем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Опа! Попалась? Да ладно! Пятерка. Давайте. Раз. Ой, с одной этой, что ли, упала? Я чуть не убил, походу. Так, сколько у него там хп осталось? 26 из 100. Ихтиорнис 18-го уровня. Все понятно. То есть, для их приручения вообще очень мало нужно транквилизаторов. Так, кстати, она на нейтрале стоит у меня. Точнее, он. Барионикс. Да, на нейтрале. Рисковал я на самом деле. Кстати, как я знаю, что на приручение этой птички нужно использовать рыбу. И только рыбу. Давайте попробуем. Вот у Барионикса часть заберем. Блин, раптор, иди ты нафиг! Сейчас сожрет мою птицу. Так, где ты? Давайте угрозу устраним сразу. Так. Какого уровня раптор хоть? 150-го, ничего себе! Я смотрю, жирный какой-то. Так, а это кто? От Традона они не нападают? На диких животных? Да не должны, по идее. Кстати, у меня Барионикс уровень получил. Хочу до 500% ему атаку довести, а потом уже хпшку развивать. Так, давайте попробуем рыбу заложить, посмотрим, как вообще быстро будет приручаться. И сознательное состояние, кстати, быстро спадает. Так, вот она рыбка. Так что, есть будет или нет? 6% с одной рыбы. Маловато, если честно. И... Встает она довольно-таки быстро. В плане, приходит в себя. Ихтерниц 18-го уровня. Но, в принципе, прокачать, я думаю, можно будет. И до уровня 70-го. Все в хпшку ей накинуть. И... Не думаю, что ее так будут прям ваншотить. Направо и налево. Все, пускай лежит, приручается. Но... Только вот сожрать ее могут, действительно. Так что, я думаю, в окрестностях тут... Похожу, поохраняю эту птичку. А по завершению приручения уже выдвинусь в сторону нашего аллозавра. Там уже проверю, сколько у него останется голода. Если будет достаточно, можно будет, в принципе, через реку перебраться. И там уже начать фарм про мясо. Как я помню, из киблов он приручается, по-моему, на диплодоковских яйцах. Таких гигантов для яиц я разводить уж точно не буду. Поэтому этого аллозавра я приручу чисто на прайм мясе. Конечно, можно было и у соседей попросить киблов. И знаю я тех, у кого должны быть такие яйца. Но, если честно, хочется самому всего добиться. Так, ладно, все какие-то традоны я хочу убрать, потому что он немножко напрягает. Ладно, в общем, ждем, пока птичка приручится. Перезашел я в мир, только как-то это не особо дало свои плоды. Видимо, все-таки игру надо перезапускать, чтобы полностью избавиться от этих лагов. Потому что все-таки есть небольшие провисончики. Успел я, кстати, после перезахода закинуть наркоты в нашего ихтерница, потому что очень мало у него оставалось бессознательного состояния. Быстро он, кстати, видите, его теряет как. И приручается довольно-таки медленно. Вот сколько уже времени прошло, а всего 36% приручения. С учетом того, что это всего лишь 18 уровень. приручая, приручая, конечно, его не на прайм-мясе, а на обычном. Но, тем не менее, очень долго идет приручение. Кстати, для него, по-моему, нужны яйца пегамостакса, вот этих маленьких воришек, для того, чтобы изготовить кибл. Так даже на топового ихтерниса там около 5 киблов нужно. Но на обычном мясе катастрофически долго приручается это животное. Не знаю, сколько еще с ним стоять придется, потому что не могу я его оставить. Даже если там на минут 10 я уйду куда-то, может просто он тупо проснуться и улететь по своим делам. Так что нужно сейчас его сопровождать до последнего. Кстати, я вспомнил об одной старой технологии приручения при помощи стимбарри. Может быть, ей воспользоваться, чтобы побыстрее наше животное встало. Как бы эта техника, она повышает только расход по сути наркотиков, но при этом увеличивает скорость приручения. То есть мы кормим животное стимбарри. Оно быстрее голодает, соответственно, быстрее начинает принимать пищу и быстрее приручаться. Но только нужно при этом не забывать пичкать наркотой животное, иначе оно проснется. Так. Давайте попробуем. Только что-то я смотрю не добавляется оглушение. Сейчас пошло дело. Так. Раз оглушение прибавляется, можно еще стимбарри я думаю накормить. Так. Все в обратку пошло. И по идее животное должно есть быстрее. Как мне известно. Но это не точно. Помню, была такая техника приручения раньше. Или оно только жажду отнимает. По-моему, еду тоже. 6, 4, 2. Нет, вроде отнимает еду. Я так посмотрю. Так, сознание быстрее животное приходит. Не знаю, насколько приручение ускоряется, но смотрите, уже 67%. 73. Нет, все-таки, по-моему, ускоряет такое кормление стимбарри. Так что, ребятки, сейчас, наверное, довольно-таки быстро я смогу поднять этого ихтиорница. Вот, отлично, вы приручили ихтиорнис. Так, давайте не будем терять времени. Быстренько сажаем его на плечо и понесли на базу. Тут бежать недалеко, в принципе, все равно подлагивает. В общем, надо бросить его где-нибудь на базе на время и уже возвращаться как можно скорее к нашему Алазавру. Не знаю, в каком состоянии он там находится. Может, вот-вот встанет. В плохом смысле этого слова. Хоть бессознательное состояние уходит у него довольно медленно, но все равно есть вероятность того, что можем мы не успеть. Так что, давайте сейчас ихтиорница оставим в маленьком домике, например. Так, что-то вообще жестко лагать начинает опять. Что ж с арком-то стало? Раньше таких проблем не было. Так. Да что ж ты будешь делать-то? Вот сюда. Да блин! Скидывайся уже. Все, наконец-то. Все, вот здесь он где-то сядет, наверное. Режим охоты. Не надо нам режим охоты. Режим, режим, режим охоты с возвратом. А какие еще режимы есть? Отключить охоту. Пока что не надо охотиться. Пускай тут стоит, отдыхает. Здесь он сядет на пол. А мы тогда незамедлительно отправляемся к нашему Аллазавру. Так, вот на табличке. Давайте момент истины смотрим. Так, вроде лежит Аллазавр. Давайте наркотой напичкаем. Сколько там осталось у него? О, больше половины уже. Так, блин, лаги дурацкие. Они меня напрягать уже начинают. Так, все. Вот столько наркоты я думаю скормлю, этого будет достаточно. Или побольше. У него 10 тысяч оглушения. Давайте всю тогда оставшуюся наркоту скормим, чтобы уж не переживать. А то мало ли сейчас еще выкинет ненароком. И тут мне останется сейчас только перебраться через реку, нафармить там 15 штук прайм-мита на каких-нибудь парацерах. И уже тогда можно будет возвращаться. По идее за один прием пищи он должен у нас подняться. В общем, сейчас буду бить всех животных, с которых падает прайм-мит. Так, все. Мясо я нафармил достаточно. Давайте теперь посмотрим. Успею ли перекинуть. А то в этих гребаных лагах очень много времени я терял. Оно сейчас может пропасть банально. Так, Тэшка сейчас быстро перекидаю. Ну, относительно быстро, конечно. Я около 18 штук нафармил, так считал по ходу дела. Так что будем надеяться, что получится у нас сейчас поднять аллозавра. Блин, пока я перекидываю это мясо, оно пропадает прям на глазах. Ладно, посмотрим. 19 сырого мяса. Сырого первосортного мяса. Давайте. Должно этого хватить на приручение 156 уровня. По-моему, на 180 нужно 15. На такой это точно хватит, я думаю. Так, все. Весь праймит. Перебрасываем и смотрим, как идет приручение. Так, 50%. Отлично, ребятки, сейчас поднимем 99% эффективность приручения, 98. В принципе, неплохо он получит уровней. 220 где-то получится. Все, аллозавр приручен, отлично. Смотрим, 232. Вообще супер. Так, все. Фоллоуинг убираем. Давайте теперь посмотрим получившиеся остатки. Так, ну, праймит может и есть в принципе. Все равно он мне не нужен по сути. Так, сколько итогов у нас получается урона? 300%, скорость 100%, еды 15000, обалдеть, нафига мне столько еды? и выносливость 1100. Но полностью узнать потенциал боевого этого животного я смогу только после того, как установлю на него седло. Так что в любом случае нужно доставлять его до базы. Даже не знаю, ребятки, может быть сейчас игру перезапущу, все-таки хочется мне попробовать покататься на этом животном. Конечно, еще по-хорошему ихтиорниса бы испытать. Если честно, ихтиорниса я бы хотел немножечко прокачать еще. А вот на аллозавре мне хочется прокатиться. Так, давайте сейчас поставлю на фолловинг. Так, кто там? Птер? Атакует вашу цель. Давайте пока я его на пассив, наверное, поставлю, чтобы он бежал за мной и не отвлекался на всяких мелких животных. Кстати, Борионикс уровень получил. Так, урон уже 485 процентов. Все, погнали, аллозавр. Все-таки удалось мне его с горем пополам приручить. Так, давайте посмотрим, сейчас побежит за нами. Так, аллозавр, ты где? Давай, выбирайся. В принципе, немного уровня мы потеряли. Праймит тоже неплохо ему дал. Так, что-то он там багует, не хочет выбираться из-за камней. Давай, аллозавр, не тупи, пожалуйста. У нас и так куча времени на эти лаги проклятые ушло. Так, ну что там, аллозавр? Все, бежит вроде как. Или нет? Только показалось. Ты заколебал уже, если честно. Его там никто, кстати, не атакует. Давайте, может, сейчас освобожу его. Деревья сломаем. Все, давай, аллозавр. Сейчас главное на открытое пространство выйти, а там уже... Да блин! Паразавр, свали! Все мне мешает сегодня. Какое-то вообще проклятое приручение. Так, красавец, конечно, аллозавр. Такое животное, нечто среднее между Карной и Рексом. Вы, кстати, ребятки, напишите еще в комментариях, если приручить несколько аллозавров, у них будет какой-то бонус стаи даваться, как у Компи? Или же все-таки прирученные аллозавры, они не имеют никаких бонусов в стае? Мне вот интересен этот момент. Ладно, ребятки, давайте сейчас поконечку буду доставлять его в сторону базы и еще на базе. Установлю на него седло. Уже посмотрим, как вообще это животное управление. Очень интересно. Так, аллозаврик, добро пожаловать домой. Надеюсь, сейчас он войдет в эти ворота. Это будет подстава. Да, нормально, проходит. Так, но все равно лаги все усиливаются. Так, где-нибудь здесь его пока поставить на территории. Посмотреть, что нужно вообще на крафт седла. Кстати, Борионикса тоже нужно установить. Его законное место. Сослужил он нам сегодня службу, очень важно. Такс. Давайте установим его. Конечно, вот эти лаги это самая большая проблема сейчас, наверное, в записи. Арка. Тут такая хрень происходит, что если я перезапущу игру во время записи, то у меня есть вероятность того, что все забагуется. И это, соответственно, не айс. Плюс все перезаписывать. Как-то в инженерах у меня такие проблемы были. Но не думал, что в арке они повторятся. Еще, кстати, пару слов я хотел сказать по поводу нашей базы. Если вы помните, здесь стоял второй декоративный камень, как вот с этой стороны. Ну а вот нашему новоиспеченному дедикорусу что-то вздумалось вдруг сломать этот камень, когда он стоял рядом. И, как видите, теперь здесь пустырь. Видимо, тут тоже будут каких-то животных ставить. Еще вот эта срамота открылась. Висящий в воздухе бачок. Кстати, дедикорус уже у нас неплохого уровня, 227-го. Анкила соответствующая. Очень много они уже полезных дел сделали на благо этой базы. Я, кстати, вам покажу сейчас сколько металла мне удалось уже добыть. Как только эти животные у меня появились, сразу прирост этих ресурсов стал наблюдаться. Вот видите, я уже все забил кристаллами, металлом, обсидианом. Еще камни у меня был целый сундук. Конечно, сейчас половина уже ушла. В общем, дедикорус за один удар добывает, по-моему, около 400 камня. Так же, как и анкила металла. То есть, эти животные настоящие добытчики очень мне помогают сейчас в развитии. Еще бы, конечно, к астародису было бы приручить неплохо. Такс, давайте посмотрим самое главное, что нужно для крафта седла Аллазавра. Просто игра уже невыносимо лагать начинает. Поэтому нужно постепенно уже заканчивать. Вот оно, седло на 67-м открывается. Кстати, ресурсы какие? Металл, волокно, кожа, самые простые. Давайте изучим. Обалдите, оно даже выше, чем седло для Плезиозавра находится. Так, энграму разблокирован. Седло. Седло для Барионикса Аллазавра. Давайте создадим один и сразу повесим его на нашего динозаврика. Кстати, я уже изготовил огромные каменные ворота. Готовлю уже место для хранения нашего будущего спинозавра. Сейчас я регулярно буду чекать остров и как только найду подходящего уровня спинозавра, сразу же включу запись. Вы обязательно увидите приручение топов спинозавра на киблах. Это у меня уже классика такая. На каждом сервере нужно обязательно приручить спинюка. Так, все, давайте ставим седло. 4 очка уже доступно. Так, хпшка. Поскольку ему будет качаться, давайте посмотрим. В таком уровне прилично должно по идее добавляться. Только не сразу почему-то появляется стата. По 200 все, маловато как-то. А урон? Ну, урон неплохо. А, кстати, пока я сюда ввел это животное, я сделал вывод для себя такой, что оно довольно быстрое. Давайте сейчас проверим. С легкостью он догонял моего Барионикса, хоть у меня, как вы помните, там 230 или 240 процентов скорости выкачено. А вот это просто 100%. Так. Ну да, ребятки, быстрый довольно. И в принципе довольно-таки поворотливый в сравнении с тем же Рексом. Кстати, с него нельзя случайно стрелять? Нет, с него стрелять тоже нельзя. Это считается уже довольно так, на правую кнопку никакой альтернативной атаки нет. Так, а на Ц-шку что делает? Нет, дополнительных анимаций тоже не имеет, к сожалению. Кстати, у нас персонаж по-моему 110 уровень взял. Давайте еще немножечко на скорость передвижения накинем. Я хочу все-таки до 120 ее довести. Так, ну что, динозавр довольно быстрый. Кстати, давайте посмотрим по урону, сколько при 300 процентах он наносит за удар. Ну, допустим, на примере Трайка. 240. Маловато. Но довольно высокая скорость боя, я смотрю. Вот 84 уровня довольно быстро уработал. Да, неплохой урон на самом деле. Если прокачать тоже до процентов 500, я думаю, будет весьма эффективная боевая машина. Так, три уровня сразу накинули. Давайте урон апнем. Еще три уровня. Обалдеть, он качается сейчас на начальных стадиях. Уже 242. Все, 350 процентов практически. Все, давайте где-нибудь его оставим. Такс, только какое бы местечко для него выделить. Ладно, пускай вот здесь возле теплицы охраняет. Даже, наверное, вот с этой стороны я его поставлю, ближе к феомии. Так, блин, гребаные лаги, а. Бомбить начинает, если честно. Так, вот здесь пускай стоит. И уже выставили ему нейтрал. Потом обязательно покрашу сетлышко и будет у нас такой симпатичный аллозавр. Мой первый аллозавр получается. Так, что я хотел сделать? Так, не туда полез. Атаковать вашу цель. Нейтрал. Ну все, ребятки, аллозавр у нас имеется, уже 242 уровня. Кстати, наверное, из моих животных это будет самое высокоуровневое боевое животное. Плюс мы приручили вот такого вот ихтиорница. Так, а что с ним? Бессознание? Почему, ребятки? Рыба у него есть. Не понял. А почему он сознание потерял? Что случилось? Он же рыбой питается, правильно? Такую цель. Что с ним случилось? Почему он упал без сознания? А, возможно, наркотики действовали. То есть, я его перед этим напичкал наркотой и оглушение набиралось. Сейчас он спадает. Конечно, можно с тимбериями его быстренько пробудить. Какая-то хрень, ребятки. Так, здоровье. И что-то уровень он не апнул за это время. Все остальные статы в порядке. Видимо, действительно, эффект наркотиков еще не сошел. Только как-то это все подозрительно, если честно. Ну ладно, все, ворота закрываем. И на этом тогда уже, наверное, будем заканчивать. Дело мы сегодня сотворили немало и весьма полезных. Да, Аллазаврик? А с вами был Мэпер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вступайте в группу канала ВКонтакте. Ссылка будет в описании под видео. Всем удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!